Ну и пока к прямому включению готовится, налаживает связь Светлана Доброхотова. Вернемся к теме торжественной церемонии вступления в должность президента Владимира Путина. Она недавно завершилась в Большом Корилевском дворце. Владимир Путин принес присягу российскому народу. И с этого момента отчитывается его новый президентский срок. Высший выборный пост ему предстоит занимать до 2030 года. Процедура прошла по строгому регламенту. За несколько минут до полудня в рабочий кабинет Владимира Путина в Кремле поступил звонок о готовности к церемонии. И через... Слава, Россия, любимая наша страна! Побожая моя, великая слава! Твое расстояние на все времена! Слава, Россия, отечество наше свободное! Родских народов союз вековой! Великолепная мудрость народная! Славься, страна, пригодимся тобой! Во время своей речи президент страны поблагодарил граждан за доверие и поддержку. Как подчеркнул Владимир Путин, превыше всего для него будут интересы и безопасность российского народа. Он также выразил уверенность, что страна достойно пройдет через этот трудный и рубежный период и в результате станет еще сильнее. В эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны. Жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной. Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Еще раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку. И сейчас обращаюсь к каждому гражданину России. Наша государственная и общественная политическая система должна быть прочной и абсолютно устойчивой к любым вызовам и угрозам. Обеспечивать поступательность и стабильность развития единства и независимость страны. При этом стабильность не означает косность. Наша государственная и общественная система должна быть гибкой, создавать условия для обновления и движения вперед. Мы видим, как изменилась атмосфера в обществе, как высоко ценится сегодня надежность, взаимная ответственность, искренность, порядочность, благородство и мужество. Сделаю все, чтобы люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах. Мы должны обеспечить надежную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед, вырастить и воспитать молодые поколения, которые будут укреплять могущество России, развивать нашу государственность, в основе которой межнациональное согласие, сбережение традиций всех народов, живущих в России, в стране цивилизации, объединённой русским языком и нашей многонациональной культурой. Дорогие друзья, буду делать всё необходимое, всё, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие, использовать для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции. При этом подчеркну, результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплочённости. Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим. После принесения присяги народу страны президент России вышел на Соборную площадь Кремля, где вступлении Владимира Путина в должность возвестили 30 залпов рудийного салюта. Там же верховному главнокомандующему был представлен президентский полк, который тремя колоннами парадным строем прошёл перед президентом. В своём торжественное мероприятие были приглашены более 2,5 тысяч человек. Помимо государственных лиц и журналистов, его посетили участники специальной военной операции. Там также представители общественных организаций, конфессий, деятели науки, культуры. На церемонии также присутствовал Сергей Собянин. Слава государства и под его руководством, собственно, функционирует весь государственный парад, все управление государством. За последние годы под руководством Путина мы прошли вообще, представляете, какой сложности, какой важности период жизни. И в конечном итоге страна добилась успеха, возрождения, независимости. Смотрите, как изменилась Москва. Вместе со страной мы двигаемся вперёд. И то внимание, которое оказывает Путин нашей столице, москвичам, конечно, дорогого стоит. Я уверен, что благодаря ему опыту, таланту мы будем двигаться к победе. Город у нас не стоит на месте. И Путин правильно сказал, что стабильность не означает остановку, что мы застыли, почивали на Лавров. Нет, наоборот. Стабильность означает стабильное движение, стабильное развитие. То, что демонстрировала Москва всегда и будет демонстрировать в ближайшие пять лет. Это точно. Это событие мирового масштаба. Вот нынешняя процедура вступления президента в должность. Это событие, которого и до этого понятно, что Владимир Владимирович не первый раз вступает в должность, но его предыдущие, вот всё-таки они не имели такого значения, как именно это. Это всегда очень волнующее событие, важное, которое, ну, прорисовывает, как бы, наше будущее на перспективу. Оно значимо для всех, и не только для нашей страны, для всего мира. Очень значимо. Благодаря такому президенту и благодаря тому, как он работает и как он трудится, это является примером для всего нашего народа и для моих учеников в частности. Надеюсь на то, что мы будем укреплять университет во всех отраслях. И именно суверенной должны быть все отрасли, чётко совершенно работать, несмотря на колоссальное количество санкций. Мы справляемся, движемся. А это всё потому, что консолидировано общество. Поэтому я жду развития, перспективы. Надо думать о будущем наших детей. После официального вступления в должность президент проследовал в Благовещенский собор, где патриарх московский в Сеерусе Кирилл совершил молебен. И сразу после соблюдения протокола и завершения церемонии Владимир Путин приступил к исполнению своих обязанностей. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сегодня у главы государства запланировано несколько рабочих встреч.